Сигнал «Внимание всем, а в народе просто сирена» послужил отравной точкой для проверки системы оповещения населения района о предстоящих учениях. Следующий этап – оперативные действия работников радио, которые через эфирное вещание должны донести срочную информацию слушателям. «Внимание! В связи с проведением комплексного учения в каждом районе проводится техническая проверка системы оповещения населения». Конечно, в рамках учения это лишь профилактический маневр, однако именно его репетиция является важным звеном своеобразной цепочки под названием «Спасение жизни». «Мы видим, что не во всех точках или регионах Брестской области есть высокое качество данной системы, поэтому наша задача максимально сегодня упредить негативные моменты в этой части. Очень основательно отработать весь алгоритм действий с тем расчетом, чтобы население при необходимости получало соответствующую информационную составляющую». Следующий этап – команда штабных учений – ликвидация аварийной ситуации на водозаборе Любашево-Ганцевического ЖКХ. Поводом для инсценировки чрезвычайного происшествия на данном объекте послужила авария, которая совсем недавно произошла в Бресте на водозаборе Барановической дистанции водоснабжения. На протяжении трех дней жители микрорайона Граевка не могли воспользоваться водопроводной водой. Как и водозабор Дорводоканала, так и Любашево является одним из главных артерий города, через который население получает чистую питьевую воду. Поэтому отработать все ключевые моменты по ликвидации аварий на таком важном для жизненности города объекте, как водозабор, – одна из главных задач для ответственных служб. Тем более, что чрезвычайные ситуации на Любашево действительно имели место быть. «Аварии в основном у нас бывают на сетях водопровода, которые расположены в городе. Это зимой у нас было перемерзание водопровода на жилые дома, где мы использовали вот такие же действия, которые сейчас использовались при учениях». По сценарию, в результате аварии произошло отключение электроэнергии на водозаборе Любашево. В ближайшие 6 часов устранить неисправность или переключиться на резервную линию электроснабжения не представляется возможным. Процесс займет более длительный промежуток времени, но есть главная задача для спасателей – обеспечить население чистой водой, пунктами горячего питания и подключением передвижного источника электроснабжения. Жизнь должна продолжаться в привычном русле. Должна, но есть и сбои. Для этого и проводятся учения. «Бесспорно, готовность есть, но тем не менее, сегодня можно смело сказать, что вот, допустим, энергетики не подготовились, потому что прибывшая их специальная станция дизельная не включилась в работу, то есть вышла из строя. Это уже, конечно же, вопрос, который требует соответствующего разбирательства. Личный состав специалиста водозабора, понятно, свои обязанности знает, уверенно работает. Были подготовлены необходимые автомобили для подвоза воды, для раздачи населению, и вот эта система сработала». «Командно-штабные учения у нас были плановые, и вопросы, которые отрабатывались именно в ходе командно-штабных учений, они очень важны, и они не из какой-то там фантастики, это действительно жизненная ситуация, к которой мы просто должны быть готовы. Это должны быть готовы не только организации, которые, допустим, МЧС или там электросети, это должно быть полностью под контролем власти». Данные командно-штабные учения обычно проводятся один раз в три года. Однако в Брестской области подобные репетиции чрезвычайных ситуаций в течение года проводятся в шести-семи районах. В этом году территория Ивановского региона станет следующим и последним пунктом проведения командно-штабных учений по определению готовности всех служб к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Продолжение следует...